Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, вы смотрите программу «В движении». Быть преподавателем – это призвание, уверен, герой нашей программы – Святослав Каверин, студент-антрополог. Святослав влюбился в Афганистан и мечтает уехать туда преподавать русский язык. Что связывает Россию и Афганистан сегодня, каково отношение к нашей стране и насколько там популярен великий и могучий, узнаем у нашего героя. Святослав, здравствуйте! Добрый день! У вас удивительная история. Вы влюбились в Афганистан. Насколько я поняла из информации в интернете, вы мечтаете уехать туда жить, жить в кишлаке среди горцев и преподавать русский язык. Так ли это? С некоторыми оговорками. Родину я все-таки не забываю и не собираюсь уезжать на совсем. Скорее, было бы комфортно жить по полгода здесь и там. И да, преподавание русского языка – это наиболее перспективная работа для меня в тех краях. Но в то же время я мог бы как раз заниматься исследованием местной культуры, малых языков, учить их, эти языки изучать и учиться на них, кто говорит. Таким образом, можно было бы совместить приятное с полезным. Святослав, ну а чем вас пленил Афганистан? Потому что, знаете, я бы там поняла, если бы, я не знаю, Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, ну какие-то самые популярные такие направления для миграции. Почему именно Афганистан? Вообще, как состоялось с ним знакомство? Афганистан – стратегически важная страна. Я не интересуюсь политикой напрямую, меня все-таки интересует народная культура и положение Афганистана, как перекрестка Евразии, где сходятся торговые, миграционные пути, причем такое положение сохраняется тысячелетиями. Это создает там особенную культуру, особые условия. Там сходятся миры иранский, индийский, китайский, тюркский. Тибет можно тоже выделить в некую особую цивилизацию. В конце концов, буддизм наиболее прочно именно в Тибете сохранился, что делает его тоже особым регионом. И для истории нашей страны Афганистан тоже важен. Мы знаем, в царский период контакты с Афганистаном имели важный. Затем в советский период у наших стран была достаточно богатая история сотрудничества, затем печальные события 80-х, которые, пожалуй, никогда не удастся трактовать однозначно. К сожалению, сейчас наши страны сотрудничают довольно мало. В культурной сфере уж тем более мало. Едут студенты афганские в Россию учиться за счет российского бюджета. Но я думаю, что для такой большой и важной страны их количество могло быть больше. И обучать их нужно не только здесь, но и в своей родной стране, и с тем, чтобы они, отущившись в России, не только уезжали в Россию, как это часто получается, но и использовали полученные знания там. И также, как раз, русскоговорящие люди нужны для обеспечения взаимодействия наших стран во всех сферах. Но отмечу, что русскоговорящих в Афганистане и так довольно много, конечно, все числа относительно, но пару сотен тысяч точно наберется. Более-менее. Значит, русский язык — это люди, которые учились еще до войны, и в 80-х, и позже. И те, кто вернулись из эмиграции обратно в Афганистан, и те, кто изучают русский язык сейчас. Возвращаясь к прошлым вопросам, я не стал ограничиться одним Афганистаном. Понимаете, Средний Восток в целом интересен, так по культуре стоит прибавить к Афганистану и север Пакистана, и юг Таджикистана, если не весь. Вот если говорить о горцах, например, если говорить о крупных народах, пуштунах, например, то и другие, и Белуджи есть еще такой народ, который также проживает в Пакистане и Афганистане. А с другой стороны, туркмены, узбеки, таджики живут как в своих отдельных республиках, так и в том же Афганистане опять-таки. Так что не стоит ограничиваться только той линией, которая прочерчена на карте, причем прочерчена британцами 19 века и не вполне справедливо отражает. Светослав, скажите, пожалуйста, как вы думаете, на территории Среднего Востока, так называемого, популярно ли вообще изучение русского языка? Потому что вы планируете поехать и зарабатывать, естественно, работать, преподавать русский язык. Насколько это актуально? Насколько сегодня там хотят говорить по-русски? Либо есть проблемы в этом регионе, вы их видите? Если они есть, то какие? Интерес к русскому языку, бесспорно, есть и он растет. Сейчас в Афганистане наш язык изучает несколько тысяч человек и в университете на различных курсах. Организация Россотрудничества занимается этим вопросом. То, что я могу лично наблюдать, общаясь с людьми, да, десятки людей мне говорили, с кем я сам общался, что хотели бы изучать русский. Понятно, что до практики доходит у немногих, но так или иначе сейчас я занимаюсь с людьми в личном порядке. На том уровне, на котором я сам могу. Ну, после выпуска из магистратуры по социальной антропологии я пройду курс давания русского языка иностранного и уже смогу заниматься этим квалифицированным. Так или иначе, тема перспективная, а я туда, конечно, за такой не самой простой работой поехал бы все-таки не ради денег, а это все-таки призвание. Понимаете, я ощущаю. Святослав, а когда вы хотите поехать? Через два-три года, думаю, так. То есть как раз обучение я пройду через два года, закончу, выпущу. И сразу, не сразу, но вот к середине 20-х годов, я думаю, уже смогу переместиться в Солнечную Республику. Вы спрашивали про проблемы страны. Очевидно, что страна, которая не получается достаточных возможностей к развитию, несмотря на вкачиваемые ресурсы, различные транши международных фондов, помощь различных государств. Увы, многое из этого разворовывается, значительные бюджеты тратятся на поддержание безопасности. Допустим, когда какие-то службы выезжают в провинции, небезопасные. Основная часть бюджета тратится на бронированные автомобили, а не на работу сотрудников и непосредственно применение этих проектов. В семестре я изучал демографические вопросы Афганистана, и статистика показывает, что в 21 веке все не так уж плохо и складывается. Несмотря на все неурядицы, население растет, растет доступность медицинских услуг и образовательных, хотя по-прежнему они находятся на низком уровне. И таким образом, значительную долю населения Афганистана сейчас составляет молодежь. До 25 лет это очень молодая страна. И как раз через 10-20 лет, когда все они станут уже полновесными гражданами, в руках которых будет судьба страны, они будут определять жизнь и все, что со стороны происходит. Таким образом, если среди них найдется достаточное количество людей и русскоязычных, и к нашей стране, к нашему народу, к нашей культуре настроенных положительно, то очевидно, что сотрудничество и взаимопонимание между нашими странами будут также обеспечены именно этой молодежью, которая сейчас только растет и только обучается. Святослав, и в завершении нашего разговора вы сказали, что почувствовали в себе призвание. Призвание быть преподавателем, призвание поехать в другую страну, окунуться в другую культуру, то есть заняться педагогической деятельностью там, где она необходима. Это большая редкость на самом деле, и сегодня любой родитель находится в поисках педагога, который работает в первую очередь по своему призванию. Скажите, вот когда и как вообще вы это ощутили в своей жизни, что для вас это миссия, как говорят японцы, икигай, некое предназначение в жизни, нести вот эту миссию русский язык, русскую культуру, быть проводником? Всю жизнь для меня свойственно осмысление того, что я вижу, того, что узнаю. Я стараюсь находить некоторые закономерности, объяснить в себе пережитые, и таким образом я оказываюсь в состоянии объяснить это и окружающим. Хотя мой интерес фокусируется на Среднем Востоке, особенно на горных народностях, конечно, я не забываю родину и не утрачиваю интерес к ней, и, например, после первой поездки в Афганистан в 2014 году, которая также оказалась и моим первым выездом за границу вообще, и многим первым событием по многим путешествиям. При этом я ощутил больше интерес к родине, я захотел посетить различные регионы России, и, скажем, преподавать сам русский язык я хочу не только так сухо, знаете, просто в плане лексики, грамматики и формального знания, но все-таки еще с культурным компонентом объясняю, что Россия страна многообразная, что здесь живут не одни лишь Руси или Шуравьи, что те же мусульманы у нас миллионы. Мусульманское население присутствует в обоих странах, как тюркские народности представлены достаточно широко в определенных районах, так и индоевропейские языки и народы также составляют значительную долю населения в обеих наших странах, и также русский язык и персидский, и языки малых народностей и горных. Также родственные, можно найти общие слова, и, находя эти общие моменты, можно не только легче изучать русский язык, но также и ощущать некое статство. Когда ощущаешь близость с неким человеком или с неким народом, то иметь к нему негативные проявления также сложнее. Светозлав, ну я поняла, вы хорошо закончили на точках соприкосновения, да, вот, найдя эти точки соприкосновения, русский язык будет учить гораздо проще. Спасибо вам большое за это интервью, я виртуально жму вашу руку, желаю вам удачи, и уже следующее интервью мы с вами с удовольствием запишем, когда вы будете в Афганистане, для того, чтобы вы рассказали, кто ваши ученики, кто к вам приходит, это очень интересно, и я желаю вам удачи. Ну, хотелось бы, на самом деле, встретиться с вами раньше, в Москве, когда снимут ограничения, и, может быть, вам было бы интересно также пообщаться и с афганцами, которые учатся и живут здесь. Ну и в завершении программы мне хочется обратиться ко всем, кто учит русский язык или преподает русский язык. Дорогие друзья, изучение любого иностранного языка на самом деле – это расширение сознания нашего кругозора. Ну а русский язык, который считается одним из самых сложных в мире, позволит вам гораздо больше узнать не только о нашей стране и о нашей культуре, но и, может быть, даже посмотреть иначе на свою страну. Учите русский язык, говорите правильно. До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин